Это что? Кофе. Американо. Серьезно? В бамбуке. Это кофе? А можешь снять, брат? Вставьте это в выпуск. Нет. Это прям кофе в бамбуке? Да. Кофе в бамбуке на! Богач. Я не с такой семьи, как другий, брат. Я с богатой. Саш, Донецк 90-х. Рассказывай, что это было за место. Это было от на земле, брат. Чего спросили? Донецк 90-х. Опять же, при всей любви к моему городу. Это было самое тяжелое время. Ну, для нашей семьи, в частности. Мы росли без отца. Трое детей, мать одна. Это развал Советского Союза. И с деньгами вообще туго. И на работе ей выдавали продуктами. Денег вообще не было, представляешь? Естественно, эти продукты уходили на... Ну, за первые, там, не знаю, 4 дня. Мы жили бедно, братан. От слова вообще бедно. Ну, понимаешь? Не то, что там среднего достатка. Ну, вот я среднего достатка. Случалось такое, что неоднократно соседи, да, когда мама стучалась в очередной раз, чтобы взять там соли, хлеба, не знаю, чего-нибудь, покушать, просто не открывали дверь. Самый яркий момент, который врезался мне в голову, это... У меня была крестная. Человек, который в то время занимался мясом. Ну, то есть, спасибо ей огромное. В частности, из-за нее мы, наверное, выжили. И она отдавала часто кости, понял, собакам, чтобы... У нас собаки еще были в свой дом, понял? Ну, и вот в этих костях, на этих костях она сходила в балку. Балка – это такой, ну, условный спуск, да, огород и спуск к речке. У нас свой дом, и речушка течет там. И вот она нарвала крапивы, и из этой крапивы она сварила суп на этих костях. И вот этим супом мы питались около месяца, я не знаю. И как он на вкус? Честно, дерьмо. Ну, брат, опять же, давай смотреть на это все с другой стороны. Вот, если бы меня сейчас спросили откровенно, Сань, ты хочешь что-то изменить в своей жизни, в своем прошлом? Я бы сказал, нет. Потому что именно вот это детство сделало меня таким, какой я есть сейчас. Маме приходилось подворовывать еду с работы, чтобы прокормить вас? Да, 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 да. Неоднократно. И я знаю об этом. А у нее был специальный пояс, там, как он называется, из собачьей шерсти или что, да, противо там какой-то травматический, в общем, у нее там проблемы со спиной. И вот в этот пояс тонкими слоями она складывала тесто в пакет и заворачивала впереди, и тесто сзади. И просто это тесто она выпекала где-нибудь, либо на сковородке, и мы ели это тесто. Было ли это вкусно? Это было охуительно вкусно. Если она еще и присыпала чуть сахарком, то это была пища богов. Вот ты бы на такой шаг пошел, на ее месте? Ради семьи? Ну, понятно, ради выживания. Естественно, да. Бля, как будто заслужил, реально. А, блядь, не договорил. Блядь, не договорил, чуваки. Вы сейчас, блядь, подумайте, что я что-то негативное. Заслужил то, что сейчас имеет. А то я потом, короче, задумался, что я не договорил и пиздец. Да. Фраза Доминика Торетто, да, но нет ничего важнее семьи, брат. Нет ничего важнее. И приступил бы я закон, если бы на кону была там жизнь моей семьи и угроза вообще существования, это естественно. Но угроза там голода и базовых каких-то потребностей, да, приступил бы неоднократно, даже не оглядываясь, да. У мамы же было две работы? Да. То есть одна это повар-кондитер, вторая? Да, уборщица. Ну, получается, ты ее, наверное, редко видел? Очень редко. Постоянные смены? Да, единственное, когда мы ее видели, это спящая, и мы знали, что обед молчания нужно сохранять полный. Иначе у нее есть шесть часов, чтобы просто поспать и уйти опять на работу. Чтобы прокормить три рта голодных. Получается, твоим воспитанием в основном занимался брат, наверное? Да. Полностью. Полностью. У меня был брат. Так. Царство небесное ему. Это потрясающий человек. Я просто такие истории от бабушки своей слышал, типа, как было трудно там питаться и все дела. А тут, типа, Саня рассказывает это. Как сам бы чего не ел. Я при всем своем интеллекте, харизме, да, и чувстве юмора, я жалкое подобие его. Это был выдающийся человек. К сожалению, он умер, умер от наркотиков. Ну, в то время было тяжело, когда... Не было ничего, и была только единственная возможность примкнуть к некой группировке, понял? Ну, то есть к какой-то банде. А когда у тебя появляется возможность приобрести что-то, и статус твой повышается, то хочется попробовать всего и разного. В общем, те, кто понимает, тот понимает. И, в общем, он ушел из жизни в тридцать. Здесь. В тридцать два года. Это было десять лет назад, около того. Я вспоминаю, знаешь, какую картину? А когда он где-то что-то наебулил, да, что-то сделал не то, и мама, она гораздо меньше ростом. Вот у меня 189, да, брат был 2,07, представляешь, да? Ух ты, гигант! И 96 килограмм веса. Ну, то есть, прям машина. Вот если есть люди, которые созданы убивать, он идеально был создан для этого. И самое интересное, это когда мама, Игорь, я тебе сказал, и выпрыгивает, и тш, ну, понял? Лещачество? Ну, да, да, леща. И причем лещ у мамы нормальный. Она кандидат в мастера спорта по волейболу советского сфера, понял? Плотный, да. То есть она может так дать, ты легко узнаешь, в каком ухе звенит, понял? Сразу, моментально узнаешь. Ну, и она выпрыгивает. Игорь, и тш! И он стоит, блядь, ну, он грибу опустил. А что, против мамы ж ничего, понял? Ну, да. Это святое, он... Это, конечно, вот этот момент, это самый такой светло вырезанный. Я тебе пиздец вообще. Вы хоть, ну, ны... Вы можете услышать суть, в чё говорит? Он был бедный, в бедной семье. И чтобы хоть как-то вышивать, пришлось примкнуть к группировке, но начал торчать. Чё вы слышите? Ну, половину вообще прослушиваете. Как будто он от хорошей жизни туда попал. 90-е пиздец был полный. Я, типа, знаю, что истории эти вообще везде одинаковые примерно. Но я лично их, как бы, не застал. 98-й год, это не 90-е, чуваки. И второй момент, вызывающий улыбку, это подходит мама. Это уже стало гораздо лучше, понял? Подходит мама, я лежу. У меня вот батя тоже вот 90-й прожил. Мать у неё как-то поспокойнее, потому что у меня мать из деревни, получается. Они с отцом познакомились, когда дед, получается, ехал искать домик где-нибудь подальше от Москвы. И, короче, это, купил его, и там мама, типа, жила. И вот они с папой познакомились. И вот тоже у меня батя такие истории с 90-х рассказывал. Я думаю, блядь, как вообще ты выжил, чел? С едой, типа, было норм у него, но какую же хуйню они мутили? Это просто, что-то где-то спи***ли, что-то где-то взорвали. Ну, а у меня, короче, у бати брат родной. Ну, он у меня крёстный, типа. Пошли куда-то, в какую-то бочку залезли. Оказалось, говорит, дай посвечу. Зажгли спички, там еб***ло, потому что в бочке... Я не знаю, тротил это называется был? Бочка еб***нула, короче, оттуда нахуй их друг вылетел за свистом. Оба в больницу попали. Я думаю, блядь, у бати не было... Пары бензина, скорее всего. У бати не было бровей, мне бабушка рассказывала. Там чуть-чуть, и, блядь, без глаз бы остался. Я думаю, блядь, вообще пи***ц. Вот 90-х чё было? У вас тоже, наверное, там у бати, у мамы тоже истории такие еб***тые. Я не знаю, чё там было, чё-то еб***нуло, короче. Зачем-то он туда залез, блядь, и поджёг спичку насветить. На диване он лежит в своей комнате. Она подходит и говорит, Саша, я хочу туи. Я говорю, мама, что ты... О, на меня, короче, это, блядь, ещё рассказывали. У нас на районе, типа, была арка, блядь. Знаете, такие, типа, дома такие совковые. И гигантские вот эти панельки девятиэтажки, поняли? Они такие длинные, что, короче, ну его либо обходить весь, либо там внутри арка такая небольшая, поняли? Ты постоянно туда подходишь, там ветер вот так выносит, либо вперёд, либо назад. Вот, короче, один, прикинь, ну, чё придумали? Это мне вот всё, это крёстный уже рассказывал. С батей, ну, два брата родных. Натянули верёвку, ну, прикинь, вот так по полу, блядь. С одной стороны и со второй арки, блядь. Короче, ждали типов пока, которые там пойдут. И мне он прям так в красках описывает, говорит, идёт такой чел, говорит, и у него такая, знаешь, рюкзак такой еб***чий, вот этот, трёхметровый, знаете, альпинисты вот такие носят, там, куда-то на горах, день залезть, там, вот такой вот. Ну, видно, чел идёт вот так вот. Натянули, говорит, бля, Вован, говорит, он так летел, и он споткнулся прям еб***ком, бах, и, говорит, мы ржали, блядь, нам смешно было. Я думаю, блядь, то, что чел втохнуть мог, потому что его там, ну, груз вот этот еб***ный по башке ему дал бы. Не, говорит, выжил, мы сразу втопили, ху**у верёвку оставили. Сейчас такую хуйню сделай, в пятнадцать на хуй в тюрьме будешь сидеть. Сейчас тикток плохой запиши, это как половину детей на хуй от сердечного приступа. Да, раньше все друг друга там пи***ли, чё, кого, всё было. Сейчас меня это оскорбило, блядь. Ух ты неженка. Вот эта ешка железная, знаешь, запуливали, в голову кому-то воткнулось, ржали, блядь. Бля, он мне какую-то хуйню показывал, говорит, вот, смотри, берётся, короче, понял, болт. О, и туда порох этот от спичек. Спичек туда крошишь, говорит. Вот так закручиваешь, на хуй, и с пакетом, понял? О, не, ну, это я делал. И берёшь, короче, говорит, видишь, люди вот так об асфальт её, хуяк, он такой, пфф, там пол-то отлетает на метров пять. Так, окорбит в бутылку с водой закидываешь, закрываешь, она как еб***шит на весь район. Спички в фольгу закручивали, мне тоже показывали, как пускали с балкона, блядь. Я думаю, ну это вообще залупа. Короче, хвойные, растущие, вот, ну, вот в такой форме ёлочки. Ты в кого такой еб***? Я мешка, блядь. Мне от бати прилетало за любую оплошность, блядь. Только туя. Запомни назад. Я говорю, хорошо. Батя, он меня всегда, знаете, чё говорил? Я ему плакал, помню, он меня наказывал. И такой, я ему говорил, папа, ты злой. А он мне всегда, я помню вот эту вот фразу на всю жизнь. Я злой, но справедливый. Понял? И всё. И он просто вставал и уходил, понял? И я такой, блядь. Стоит. Она говорит, 1800 гривен одна. Я говорю, сколько? А у меня тогда, ну, чтоб ты понимал, стипендия была, что-то около 100 гривен, понял? Я просто примерно прикинул, это год я буду собирать на одну тую, чисто со стипендии откладывать. Говорю, мам, у меня нет таких денег. Всё, давай. Я не куплю тебе тую. Она ок. Отходит в другую спальню, говорит, подходит к Игорю. Он лежит. Игорь, я хочу тую. Он говорит, что такое туя? Тоже. Она идиоты, говорит. И объясняет то же самое, понял? Тут же, говорит, ты что не слушал, когда я Саше объяснял? И тут вырывается фраза, которая злополучная фраза у неё. У нас наверху, когда на выходе из улицы, есть заправка пидстоп и целый комплекс СТО, да? И вот там он усажен туями. Он говорит, всё, я понял. Какие туи? Следующее утро, брат. Четыре утра. Мама выходит, куда-то собирается, ну, в общем, на работу. Она очень рано встаёт. Стоят две туи в пакетах запакон. Она, боже, спасибо вам, дети. Всё-таки, господи, услышал мои молитвы. Я примерно уже понимаю, что происходит. Я еду в училище, в общем, сажусь на маршрутку, на пути к остановке. Я прохожу мимо этого СТО, и вот идёт туя-туя-туя, дырка-дырка на туя-туя-туя, понял? То есть вот эти две чудом вот исчезли. Вот это была её ошибка, и обозначить, что именно там они растут, понял? Ты же совмещал танцы и бокс. Да, и бать молодой. Тоже очень, такие полярные дисциплины, на самом деле. Да. И выбор пришёл очевиден, когда мне разбили вот такое, ну, прям огромное-огромное. И я пришёл на выступление, и мне сказали, в смысле? Я говорю, ну, у нас концерт, типа, дайте мне, выдайте мне костюм, я пойду на сцену. Он говорит, ты никуда не пойдёшь, всё, иди нахуй сюда. А я ж с красным, с бордовым, блять, лицом вот с таким огромным. И пришло время, когда руководитель говорит, Санечка, ну, уже пора как бы выбирать. Понятно, что? Я не знаю, какой волей, случая, либо фатумом, либо господним промыслом я выбрал именно хореографию. Вот с одной стороны, ты пацан в лосинах, а мы знаем, кто в то время были пацаны с лосинами. Это вообще максимально нерукопожатные ребята. А с другой стороны, ты рчишь на улице, у тебя, ну, брат такой серьёзный. Вот в том-то и был парадокс меня, понимаешь, что вот те танцы, которыми я занимался, и то, чем я, ну, как бы увлекался, да, несовместимо с теми вот ребятами, которые на улице. Но, опять же, возможно, с подачи моего брата. Я видел несколько диалогов, когда он сидел со старшим, и я подходил просто поздороваться, да, и вылетело такое, что ты танцор, ну, типа, станцуешь пацанам. И случалось так, что брат говорил, перебивал его в это время и говорил, слушай, ты, сука, шо ты видел, кроме своей осиноватой? Сидишь тут у тыра, что ты видел? А малой ты знаешь уже не был? И перечисляет страны, блядь, и ты представляешь, какой он босяцкий мир представляет вот там? И они все затыкали, потому что, ну, не просто потому, что это сказал там Зуб, да, и этот голос был авторитетный, нет, потому что он все по факту рассказал. Ну, они ничего не видели и не увидят, кроме, там, ну, нашей улицы, да, и какой-нибудь, блядь, решетки. Либо подъезда со шприцом. А вы колесили, да? Да. Постоянно? Да. Начиная с возраста 14 лет не было ни одного... Да, ебать, как интересно, я даже молчу, поняли? ...года до где-то 22 лет. Не было ни одного года, чтобы мы куда-то не выезжали. Это постоянные гастроли. Причем гастроли были настолько долгие, что мы уезжали и на три месяца там какая-нибудь, Италия, Португалия, да? Мы объездили всю Европу, начиная с Ближней, Чехия, Польша, не знаю, Германия, Италия, Венгрия, Франция, Португалия, Испания. А кто оплачивал эти поездки? Ну, разные были спонсоры. В основном КХД, Авела, банк испанский. Мы представляли его. Ну, типа как реклама банка, да, мы... Большие плаца, обычно, ну, площади, понял? Это называется плаца. Как вообще был связан ансамбль в Донецке и банк в Испании? А связи, связи руководителя. Просто постоянно. Им очень нравилось, понял, это все. Испанцам, итальянцам очень нравилось прийти на открытую площадь, понял? И вот там выступает ансамбль. Причем народный ансамбль. Ну, причем это сильно, это вместе с оркестром, живой звук. Ты представляешь, что такое? И прям мощная машина, как один организм, человек 30-40 на сцене. Это потрясающе. Это очень красиво. Насколько балет — это конкурентная среда? Вот люди там завидуют друг другу, пытаются поднасрать друг другу. Ну, не знаю. Но мы в своем понятии не сталкивались с таким, что вот, тот там пытается кого-то как-то подколоть, чтобы тот плохо выступил. Нет. Я умел плохо выступать и без подколов, понял? Я потрясающе с этим справлялся, блядь. Я мог и в кулисы улететь, нахуй, понял? Ну, на каком-нибудь акробатическом элементе. И у меня могли шаровары спасть, нахуй, ну, полностью упасть и перед зрителями остаться в трусах, понял? Я понял. Видать, у тебя отличается понятие балет от хореографии. То есть я не прям не балерина, понял? Не балерун. У меня не было партии ни ведущей, ни сольной, ни в кардебалете я не танцевал. Нет, я народник. Народные танцы, слышал, да? Да. В общем, у нас был народный ансамбль песни и танца, но балет, как таковой, классика, классический танец, он был основой, и он остается основой всех основ. Ты делаешь вид, что тебе интересно, сука, тебе же ничего не интересно. Я знаешь, что я вспомнил? Что? Я же тоже был в народном ансамбле. Два года, да. Я два года танцевал в народном ансамбле, где-то в классе в пятом-шестом. Как назывался ансамбль? Гералаш. Да не, ну, бля, я что-то тоже смотрю и что-то поняли, куда-то в мысли улетел. Представляю, и все поняли вот это, вот, что он говорит. Пришел туда случайно, и там у меня был главный факап, групповой танец. Я не... Кто был? Девчонки, пацаны, у нас групповой танец под какую-то песню. Кто был? Какой факап? Факап. Что такое факап? Провал. Ты заебал, ты можешь провал сказать? Факап. Провал. Доволен? Да. Вот. У меня было очень много историй. Одна из них самая яркая, как ты говоришь. А только у нас был, знаешь, какой момент? С разбега бежит девочка, и я должен ее на вытянутые руки, понял? И как раз в этот момент на площади Ленина, на центральной, центральная площадь Донецки, представляешь? Мы выварили молока, понимаешь, да, что это такое? И я поехал танцевать. И пацаны попробовали на мне, говорят, на, ты попробуешь? Типа. Напрет или нет, я не знаю. Потом, короче, отпишешься нам, наперло или нет. Я говорю, бам, кинул, поехал туда. И меня как у***ло. Я бледный стою, я не понимаю, что вообще, где я, что происходит, какой год от Рождества Христова. И тут я выхожу на сцену, прикинь, вот в этом состоянии. И тут она бежит на меня, я клянусь, это история, пиздец. Мы потом усыкались миллион раз. Она бежит на меня, и мне страшно. И я поднимаю, и я откидываю ее. И она просто улетает в е***я туда, в закулисье, прикинь. И я шутал. И, короче, не ушел. Все. Вот, вот это, великолепный танцор. И все потом пришли к заключению, что повышение давления. Я сказал, да. Повысилось давление. Внутри черепное. Внутри черепное пиздец разрывало. Есть стереотип, что среди танцоров, особенно, ну, балета, хотя мы выяснили, что ты не балетный танцор, ну, наверняка, и их знаешь. Много геев. У нас не было ни одного, отвечаю. У нас... Чего, блядь, это за стереотип е***ный какой-то? Я такого вообще ни разу не слышал. Народный ансамбль, ну, и все прям пацаны-народники. У нас всех стереотип, что бальники все геи. Понял? Хотя я очень много знаю бальников пацанов, и они традиционной сексуальной ориентации. Они нормальные. Смотрите, смотрите, как твич человека воспитал, а? Смотрите, как высказывается, верно. А с чего начиналось-то все, да? Но вот сам внишак, понял? То есть у них рубашечка, понял? Грудь выбита, зализаны волосы гелем, и они вот это ходят, понял? Ну, встает член, смотришь на них. Встает член. Ну, ты ловился на это. Ловился неоднократно. Он танцует, у меня стоит. Я, блядь, хорошо танцует. У нас нет... Сань, он стоит, ты аж не дрочишь. Было точно. И в кругу, в ближайшем окружении, где я работал... А, нет, был один. Был один. Да, но не то, чтобы на этих мужиков, просто... Царство небесное. К слову. Пацан в Германию поехал на контракт и по неизвестным причинам выпал с общежития. То есть мог ли он сам это сделать? Нет. Там ситуация настолько запутанная. На круизном лайнере он работал. И, скорее всего, выбросили его. Но замяли это все. Потому что круизный лайнер, большие дяди и тети. Ну, ничего не доказали, типа. Ты был балетмейстером? Балетмейстером. Балетмейстером. А кто это? Ты был балетмейстером. Балетмейстер. Е, блядь. Балетмейстер. Балет-мейстер. Ты был балетмейстером. Да. Балетмейстером? Да. Донбасс-арену. Да, постановщиком. Это серьезная должность? Это классная должность, да. У меня была подруга, которая предложила мне эту должность. Она была администратором в то время всех мероприятий. мероприятий. Ну, типа, пойдешь, попробуешь поставить. Есть, в общем, фан-отряд, да, небольшой. Ну, как небольшой. Человек, наверное, 400. Может, и 500 иногда собиралось. Которые просто перед матчем, понял, каждый раз ставили какую-то хореографическую композицию. И, в общем, я эту хореографическую композицию каждый раз развалил. Блядь, какие вы, блядь, заткнитесь в чате, ну. Каждым матчем шахтера. Ну, не перед каждым, перед... Встал уже, он сказал, вон, на мужиков. Каким-нибудь триумфальным. Типа, может, там, полуфинал, понял? Плюс какая-нибудь схватка с Динамо-Киев. Это вечное противостояние этих двух команд, понял? Шахтер и Динамо это заклятые враги, как Реал и Барса, понял? Своего рода. Ты видел хоть раз отца? Ты его не видел. Какие-то контакты поддерживал мой старший брат, понял? Какие-то. И то, я знаю, в каких целях. Дай денег. Все, просто, чтобы его там... Минута отойти в записи потом. Час 15. Кинуть, развести у него было. Тайминг на стриме будет 20-50 по времени. Хорошая шахтерская пенсия. Ну, то есть, максимально с него как-то что-то вытянуть. Пытался старший брат. Я не хотел... Естественно, видел. Видел много раз, но я... Три часа на... Выдавило мое подсознание с головы. Понял? Брат, я не знаю, мы настолько разоткровенничались с тобой. Я тебе расскажу историю, которую я очень-очень храню в душе глубоко, и не хочу ее никогда открывать. Он на моих глазах тянул маму за волосы, повесить ее на веревке. Он прям, ну, поднимал ее на веревке, вешал. На моих глазах. С этого момента, я не знаю, сколько прошло лет, и... Я не прощу его никогда за это. Никогда. И знаешь, как бы это не звучало странно, когда мне сообщили о том, что он умер, я почувствовал дикое благо. Понял? Собаке собачья смерть. Я почувствовал такое удовольствие, которое прям непередаваемое удовольствие. Как мама спаслась в тот момент? Отбивалась. Естественно, в этом возрасте я не могу вспомнить этого всего, понял? Блин, блядь, вообще. Игорь постоянно мне об этом повторял. Постоянно мне об этом повторял. Это было, это было. И каждый день, каждый день он это говорил. Чтобы оно отпечаталось у нас в голове. Вы когда-нибудь обсуждали эту историю с мамой? Нет. Хорошо, что это не врезалось вот так вот. Я не вижу это перед глазами, понял? Твоя бедность ощущалась на фоне сверстников? Условно, у них там были велосипеды, какие-нибудь приставки, а у тебя ничего этого не было. В общем, у меня был брат, который доставал мне все, что я хотел. Если я, если я где-то заплачу и скажу, блин, какой у него велосипед, он говорит, не сын, малыш. Я встаю, и у меня завтра стоит этот велосипед. Когда брат уже начал мутить там свои какие-то схемы, я не вникал в это, я примерно понимаю, чем он занимался, но озвучивать я это не буду. У нас уже начало появляться что-то. То есть, ты бы видел глаза мамы, когда он принес ей дубленку, подарил, представляешь? Когда с телевизора весна, когда мы вставали и переключали вот этот, когда уже этот переключатель отломался к ебеням, у нас появился Сатурн большой. У нас... Чуваки, ну, хорош для семьи, да, непонятно, что он делал, потому что он не запушил это. То есть, он мог пойти там, я не знаю, людей мутузить палкой, к примеру, образно. Я бы не сказал хорош. Я хз, типа, пока еще неизвестно, поэтому... У нас появился проигрыватель, понял, который еще на дисках. Это был прям такой рывок, понял. Естественно, мама догадывалась, почему и откуда это все. И она много, ну, пыталась добиться до него, что, пожалуйста, лучше не надо, но там было бесполезно. Чем занимался старший брат? Он закончил девятую бурсу училища. Электрогазосварщик, контролер сварочных работ по профессии. Отработал на заводе недолго, потому как это не его, видать, было. И он сел в тюрьму первый раз в 18, по-моему. Потом вышел через два. Где-то пол... Полгода, я опять сел. Вышел через три, где-то полгода, я опять сел. Какие статьи? Кража госимущества, мошенничество, сбыт наркотических. Какие люди крутились вокруг твоего... Вообще, ты соприкасался с его миром? Соприкасался, но... Если что, это у меня дети в комнате орут. Не обращайте внимания. Он меня ограждал от его мира. Тише. Максимально ограждал. Видать, он понимал, к чему ведет этот мир. И однажды он сказал красивые вещи, типа... Я говорю, Игорь, но это же дорога в никуда. И он говорит, малыш, я хочу... Он меня малыш все время назвал. Это у тебя будет жизнь, там, долгая и счастливая, и ты умрешь в объятиях, там, любимой женщины с детьми. А я не хочу этого. Я хочу по-другому. Пусть свет моей свечки будет очень ярким, но быстрым. Смерть брата. А тебе было 20 с чем-то лет, получается. К этому все шло? Ну, вот его жизнь так шла? Или это было спонтанно? Кошман огромный вырезали, кстати. К сожалению, да. Употребление, ну, отдельных веществ и одновременное занятие, ну, тяжим спортом, нельзя этого делать. Ну, то есть, не выдержит, блядь, ничего не выдержит. Организм нормального, даже здорового человека не выдержит. А у него был организм нездорового человека, потому как они в системе сидели очень долго и убили себя, ну, очень сильно вот этими веществами. Ну, какими веществами? Давай определенно говорить. Винт. Слышал, да, о таком? Да. Дальше. Начиналось все с него. Дальше все потяжелее, типа опиума, шира, да? Пи***ц, блядь. И иногда какие-нибудь кокаины, героины, ну, когда завозили. Ммм. Чисто пацаны передавали приветы и все. Сколько лет он? Ты вот говоришь, после истории зуба я понимаю, как я скучно живу, а я хочу сказать, я бы не хотел так жить, если честно. Так что, как бы, я лицемерить не буду. Тут вопрос не в скуке вообще. Лучше бы скучно жить. Было в системе. Лет пятнадцать. Это было неожиданностью, когда тебя скушили? Он умер у меня на руках. Он умер у меня на руках. Прям вот у меня на руках. Это было в плац, блядь, на руках? Нет, это было в больнице. В больнице, да? Да, его забрали. У него была передозировка, да? Да. Все время хочу его как-то оградить, понял? Рассказывая какие-то истории по типу, что он все равно хороший, он хороший. И пытаюсь как-то оправдать, понял? Вот замечаю за собой. И все время хочу скрыть тот факт, что вот он просто умер, он просто умер. Нет, он не просто так умер. Он умер именно от передозировки. Пость. Может, это для кого-то станет примером. И умер у меня на руках в больнице. И я орал, давай, сука, спасай. Давай, спасай. У него кровь с рта пошла. Он ел пельмени. Кстати. Пельмени? Да. Он ел пельмени, и говорит, что... Или кетчуп, или что-то. А я понял, что у него кровь с рта. И начал дергаться, и прибегает доктор, и я кричу, спасай. Спасай быстро, скоро. И они что-то начинают, что-то начинают вкалывать. Он выводит меня, а на выводе я никуда не выйду. Меня связывают эти санитары, я не знаю, штуки, наверное, 4-5 мужиков меня вытягивают на улицу. И он выходит и говорит, время, ну и констатация смерти. Я говорю, какая смерть? И начинаю кидаться прям... Ну, я разбил руки об этого мужика. Хотя человек в чем-то виноват, нет. Ну, там ничего не можно, нельзя было сделать. Это оторвавшийся тромб. Все. То есть это моментальное кровоизлияние. Моментальное. Ну, получается, все-таки это не передозировка раз, оторвавшийся тромб. На фоне передозировки. Я не знал, что на фоне передозировки отрываются тромб, кстати. У тебя же весь организм умирает. Да это пи***ц. Там можно что угодно отказать. Тромб это вообще просто пи***ц какая хуйня. Который может у любого человека, ну, может не у любого, я хз. Но у меня среди окружения моих родителей, там знакомые, очень много людей от тромба оторванного. Просто умерло. Там ничего не успеваешь вообще сделать. Просто пам... Там ты моментально... У тебя как этот рубильник из мозга. Три минуты, все, чела уже нет. Там ни скорая не доедет, ничего. Ты ничего не успеешь... Да ты даже на столе, наверное, ничего не успеешь сделать-то. И я знаю человека, который принес ему еще одну дозу, которая стала фатальной. Туда, прям в палату. Блядь. Простил человек? Нет. Она умерла. Это девушка была? Да. Они встречались, да? Нет. Ну, тоже от похожего недуга. Да. Что нахуй вообще? Понимаем. Так, как ебануться. Как семья переживает? Очень тяжело. Для меня упала вся картина какой-то стабильности и безопасности, потому что он... Sorry, ребят, типа, не буду тоже лицемерить, опять же. Мне, как бы, я не понимаю, что там чувствует Саня, например, но мне в этой ситуации больше жалко его. Ну, я просто прочувствую, что там сильные эмоции, бла-бла-бла, и очень переживал, очевидно, что чем он там не занимался, этот человек, все равно он родной, бла-бла-бла. Был для меня всем. Да, и маму тоже, соответственно. Ну, не то, что... Я ужас, пиздец просто. И потом слушаешь истории стримеров о том, как они тильтуют. Я вообще хаза, сильный человек, просто сильнейший. Ну, и интервью сильное. Бетонное. Он всегда решил за меня любой вопрос. И я понял, что все. Теперь все передается мне в руки. Мама очень ужасно восприняла. Особенно в храме, особенно когда на кладбище, особенно когда закапывали. Ну, там вообще... Эту сцену, я не хочу даже вспоминать ее лицо, ее выражение. Она... Она стояла, ну, вот, понял? Если есть в глазах опустошение, ну, вот, ничего, понял? То, вот, у нее было около месяца вот такое состояние. Я всячески пытался поддерживать. Те люди, которые меня пытались поддержать, сразу шли на... Сразу. Мне не нужна была ничья поддержка. Я полгода не общался вообще ни с кем. Вообще ни с кем. Просто вот я как робот выходил, что-то делал. И приходил домой, и все. И сидел. При этом ты же рассказывал, что плюс-минус в тот момент ты и сам вел деструктивный образ жизни. Или уже не вел? К тому времени уже нет. К тому времени нет. И... Что стало причиной? Так, ну, если ты понимаешь понятие сидеть в системе, и если... Я этого, в принципе, не скрываю, то я тоже был... Тоже сидел в системе. Все начиналось, естественно. Погодите, нахуй. Я просто... Я слишком напряженно это смотрю, поняли, чат? Я что-то нервничать начал. С видоса этого. Сейчас я просто передышку небольшую сделаю. Бля, просто оно там накидывает, он накидывает. Я вообще в ахуй просто каком-то сижу. У меня то, что он рассказывает, пизда как тронуло. Но я как бы не плачу на стриме. Просто ебать как тронуло, если честно. Кури, воня, а на шеи где-нибудь, понял? Угу. Потом какая-нибудь молочина, химка, если кто-то понимает, что это такое. Был потом период, что тромодол и тромолгин захватил полностью все. Аптечка? Да. Потом, естественно, этого мало. Первентин. Шира. Слава богу, не дошло до прям химии жесткой. Типа крокодилов, понял, от которого умирали люди вообще просто пачками. Слава богу. Поворотной точкой в обретении трезвости стали вот именно приходы жесткие? Или был рехаб какой-то? Было лечение? Как такового лечения не было, но были люди, которые способствовали. Эта история вообще просто, да, пиздец не тяжелая. В общем, пришло к тому, что я поймал молотки. Что такое понятие молотки? Это передозировка первентином. Это настолько высокое-высокое давление, как пацаны спасались от этого. Они вонзали просто пустой шприц себе в вену и отбирали кровь, дабы снизить давление. Понял? Я не знал о том, что так можно сделать. Сделал бы я, да. Я бы... Короче, ну ебашишь, чтобы потом себе кровь отливать. Просто, ну... Я вообще в ахуе от того. Сейчас нужно тоненько про это говорить. Во-первых, наркотики. Форма такая тяжелая. Без рецепта. Это просто полная залупа. Я думаю, все это должны знать. Да стрёмно нахуй просто, в принципе. Но чтоб какие-то лайфхаки такие жестко наркоманские. Чтоб там вот это ты въебал, надо вот это, блядь, откачать кровь. Какой-то вообще пиздецюр. Сделать все, что угодно, лишь бы... Постоянно сидеть. Это вообще залупа. Разбавиться от этого. Молотки, это... Почему названы молотками? Такое ощущение, что вот стоит... Твоя голова, это наковальня. Понял? И со всей силы стоят два человека и раз в пять секунд кувалды бьют тебя по голове. Вот это такая боль. Просто раз удар. Пока ты начинаешь отходить, зазвенело в ушах ты... Я нет, я не это самое. Наркоманов не одобряю. Нет. Ни в коем случае. Просто наркоманами становятся во-первых, не от хорошей жизни. Это первое. Это сейчас, блядь, зумеры ебаные. Типа, по кайфу на всякую хуйню попердеть, блядь, попробовать. Типа, вон там сидят, блядь, потом это с крыши прыгают, осуждают. Понимаете, типа, раньше, блядь, жизнь другая была. Тешелая пиздец. И это было, наверное, единственное развлечение. А сейчас, типа, малолетки ебаные. Сейчас же есть. Да, понятно, понятно. Да, да, да. Я как бы не говорю, что просто 90-е многих кого здесь зацепили, типа, из чата. Это 100%. И у многих есть истории, наверное, и по пиздецовее, чем это, например. Никто с этим спорить не будет. Просто к тому, что, блядь, сравниваешь вот раньше, например, пиздец. А сейчас, чё, смотришь, блядь, просто наркоманят, потому что ебаные прикольно. Я думаю, там, может быть, тоже кто-то думал, ебаные прикольно. Ну, типа, это... Короче, меня бесит то, что сейчас это поняли, как-то превозносят. Кумиры-нарики, типа. Они вообще, ну, типа, долбанец даже не скрывают, что у них нарики, это кумиры. Ну, я не понимаю, как это называется. Романтизируют, да. И ладно бы там, ну, типа, окей, как-то, хоть я ещё... Я не одобряю наркотики ещё раз. Ну, ладно, ты там где-то покурил. Сука, они же каких-то мефедроновых нариков берут, в пример. Ну, солевые, да. Солевых просто всех. Это все такие добрые, хорошие. Я наркоманов не дефаю. Так это как-то недавно, я не помню. Но я не скажу, что Зубарев наркоман. Наркоман это тот, кто-то до сих пор, блядь. Очень много кто долбит среди, блядь. Медиик, просто, вы не представляете, сколько бы. Я вот этого не понимаю. А медикам-то это вообще просто нахуй. Медикам это развлечение. Та же самая хуйня, что и у Зубиров. Очевидно, что он бросил, да, типа. Но наркоманы это те, кто не бросил, у кого смысл жизни вот такой, поняли? Я считаю, что бывшим наркоманом быть можно. Что не вот так вот, что ты когда-то попробовал, и ты наркоман. Нет. Бывшим стать можно, если ты с этой хуйней больше никогда не связываешься. Вообще никак. Ни прямо, ни косвенно. Я тоже пробовал, типа, да. Но я пробовал именно. Я вот сейчас говорю, блядь, я себя описываю. Ты открываешь рот, хоть как-то прийти второй удар. Все, который уже аж сводит, блядь. У меня не было там каких-то приколов, чтобы я сидел на чем-то, вот марафонил что-то. Не-не-не-не, я просто пробовал все. Охи, понял у тебя. Я вам хочу сказать, это все хуйня, ебаная. Третий удар, который скол... Такули вы каждый раз удивляетесь. Я же это давно рассказывал. Поэтому я, пройдя тоже там какой-то... Ну, у меня не такая хуйня сейчас. И все, тело скручивает настолько сильно, что по концовке ты лежишь и... Ну, тебе полное. Ты просто хочешь... Пожалуйста, господи, пусть я просто умру сейчас. Пожалуйста, избавь именно вот от этого. Боеба не права, потому что я это доделал. Самым жестким стресс-фактором, который на меня повлиял, ты не поверишь. Это фильм «Реквень по мечте». После просмотра которого я первый раз задумался, что опа, ни хуйня себе, какие повороты. И третий, слава богу, что эти все факторы собрались в одно время. И третий, на следующий день смерть кента, который на фоне паранойи от этого же винта. Твой близкий. Да. И я понял, что... Стоп, Саша. Ты видишь, к чему ведет эта дорога? Видишь, что это за дорога? И я говорю, все. Я брошу. И тут я бросаю и сталкиваюсь с проблемой, что я не могу бросить. Самая сложная зависимость, это зависимость психологическая. Состояние зависимости от ширы, ломку, да, шировую, перебить в принципе реально. Но вот отсюда выгнать то состояние кайфа и той серой и скучной жизни, которая без наркоты, ты уже не можешь. И... меня хотели сначала везти в Гомель, ой, в Геническ. Что такое Геническ? Это под Мелитополем есть место, где своего рода рехаб, понял? Где люди ударяются в веру, и несколько пацанов выбрались именно с помощью этого места. Она такая баптистская тема. Типа того, да. Но меня, знаешь, что остановило? Что пришел этот тип на собеседование со мной и сказал, что ты должен привлечь всю свою семью туда, понял? К вере. Тебе будет легче. Дальше у тебя есть друзья, которые... И меня это напугало, понял? Ну, то есть он хотел втянуть вообще с помощью меня там целую секту, блядь, создать какую-то. И мало ли чем бы это обернулось. И потом мы узнавали факты, что в этих лагерях потом насильственно держали людей, понял? И просто как рабовладельческий труд, блядь, понимаешь? Использовали этих людей. А-ля под видом трудотерапии. Да, 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 да. Но на самом деле они пахали, просто ничего не видели. Ни денег, какую-то жрачку свиную, понял? И в общем, я решил сам. Слава богу, нашлись пацаны, которые сказали, мы тебе поможем. И я говорю, давайте. И я не ожидал, что помогут именно так. Меня закрывают в подвале. Выбраться я не могу. Я ломиться не могу. Я просидел там 40 дней. Первые две недели, эти две недели я не хочу вспоминать вообще, я хочу вычеркнуть просто из мозга. Единственное, что мне спускали, это каждый раз, каждый день около двух бутылок водки и еду. Водка, чтобы сбить боль, физическую ломку. Аширы. Понял, да? Ну, то есть, когда все тело выкручивает, выламывает кости, как вот, знаешь, как на простуду. Ты ковидом болел? Болел. Ну, вот, тебе выкручивало кости? Да. А теперь представь, в 10 раз сильнее, когда ты не можешь ходить. Представляешь, да? Когда ты лежишь и ты не можешь пошевелиться от того, что тебя полностью сковала боль. И плюс, вот это ломка. Бля, я просто, слышь, Лак, да ты тут? Да, да, да. Я просто не знаю ни одного человека, кто из такого состояния вообще выбрался. Обычно все, типа, типов уже нет. Ну, ни одного, нахуй, человека не знаю. Там был ютубер, который тоже был наркоман. мне вообще похуй, типа, я говорю, но он бросил, и у него сердце остановилось. Бля, просто пиздец какая-то. Я первый раз такое слышу. Организм же пиздец. Обычно, когда я слышу наркоман, я представляю, что травкой балуется, бля, ебобошка какая-то. Но чтобы лежать нахуй в подвале, водку запивать, боль, которая в 10 раз больше, чем когда кости скрупляет, это пиздец, я вообще не знаю нахуй. Понял, да? Вот это было самым страшным. Мне просто спускали водку, и получалось вот так вот. Граненый стакан, я выпиваю, выпиваю второй, понимаю, что все, мне хуй, и я отрубаюсь. Понял? Я просыпаюсь, надо организму что-то кушать. Я поел, те же самые пацаны мне дали. Я попил воды, меня начинает ломать, опять скручивает. Настолько сильно, настолько плохо, в жар, в холод, скачки давления, звон в ушах. Все, весь набор. Я выпиваю водку, выпиваю чуть-чуть полегче, я спать. Понял? И вот это две недели, вот так вот. Дальше третья неделя. Я выпиваю водку, все вроде полегче, я уже по чуть-чуть начинаю. Все, я сижу, я читаю, я много читаю. Много пытаюсь поменять в себе, подразмыслить. И последний сороковой день, это день просветления. Я не знаю, как его по-другому назвать. Я встаю, я чувствую себя прекрасно. Я снова наливаю себе водку и понимаю, что, а нужна ли она? Нет. Я свободен, представляешь? Открывают, я выхожу, я вижу солнце, я вижу траву. Представляешь, я вижу людей. Я как долб, подхожу к дереву, и я чувствую дерево, понимаешь? То, чего я не видел раньше. Как вот реально, как какой-то больной, блядь, его выпустили, понял, с дурочки, либо прокололи какими-нибудь препаратами. Только я понимал, что я трезв, абсолютно трезв, и я сейчас настолько чистый, настолько счастлив, как несчастлив был никогда. Я не вернулся. И когда вам в следующий раз скажут, что бывших не бывают, бывают. Я сижу перед тобой. И я гарантирую тебе, что никогда больше ни одно наркотическое средство не войдет в меня. Никогда. Опиши мне этот подвал. мини-кровать, ну типа раскладушки, да, какой-то. Не сказать, что окошко, но такая круглая ниша, понял? Чтобы хоть какой-то источник света был, чтобы я понимал хотя бы это день или ночь. Дальше. Стеллажи. Ну вот своего рода спаянные железные какие-то реки, да, с деревянными досками. Вот. Вот эти стеллажи для хранения чего-то. Возможно, это был какой-то сарай для инструментов, либо, ну в общем, это было подвальное помещение. У меня единственное чё, вопрос остаётся, они реально ему помогать хотели и в подвале просто закрыли, или чё, я не понял, просто мне показалось, что это у**аны какие-то. Так это, ну чел ломает, чтобы он не пошёл, что не жарнулся снова, его просто в подвале держали. Нет, ну я понял метод такой, просто он так сказал, меня закрыли в подвале, но он говорит, я не ожидал, что так меня вылечат. И меня закрыли в подвале, и типа я такой ни хуя себе думаю, пиздец. Я понял, я понял, вы мне сейчас объяснили, да? Опять же, сыро там и было ужасно, нет, сухо и тепло, всё было комфортно, всё было вполне нормально для жизни. Ещё забавнее смотреть потом на ситуацию, которая на Твиче была, блядь, от одного кое-какого, блядь, кадра. Ну то есть, не какой-то столик, чашки, ложки, ну то есть, своего рода, наверное, место, когда потом я узнал, которое спасло и очистило не одну душу. А ты, соответственно, предупредил маму, предупредил сестру, что я... Я уехал на гастроли. А ты для них уехал на гастроли. Сестра знает правду, мама нет. Для мамы я уехал на гастроли. Блядь, твоё преображение сильно их удивило? Слушай, я настолько сильно относился к тому, чтобы мама не узнала, что, скорее всего, нет. Единственное, чему она обрадовалась, о, ты бросил алкоголь, да? Я говорю, да, мам, я больше не буду пить. И она говорит, это хорошо. Знала ли она о том, что я сидел на всех остальных вещах? Нет. Узнала позже. И надеюсь, что не узнает. И до сих пор не знает. А, возможно, и знает, но не говорит мне об этом. И не хочет. И я не хочу ей говорить об этом. На сегодняшний день трезвость – это главное достижение твоей жизни? Да. Главная победа. Я очень горжусь собой, что я выбрался оттуда, откуда не выбираю. Что я узнала? Он рассказал, да? Это брат. Оттуда нет обратного пути, понимаешь? И чем дольше времени ты не скажешь себе, не признаешься в том, что да, ты зависим и слаб, тем больше тебя затягивает туда. Первый шаг – это признание того, что ты зависим, ты слаб. Второй – это уже поиск решения. И это главное достижение в моей жизни, да. Что я молодец. Я изменил свою жизнь. Ты, отец, молодец. Давай, петушка. Блядь. Сука, разбавил в конце. Блядь. Чао-цзы – это японские жареные пельмени. Китайские, да. Китайские – это не кьёцзы, блядь. Китайские – это тяо-цзы. Тяо-цзы? Тяо-цзы. Чао-цзы. Хуя-цзы. Тяо-цзы. 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 У тебя, блядь, выпало, а что-то. Тяо-цзы. Тяо-цзы. Чао-цзы? Идеваешься, что-ли? Офиг. Первое. Тяо. Тяо. да ну ебать нахуй контраст разбавил прикиньте вот так вот вот так вот вот так вот и хуя и теперь сидят рофли что-то я еще после этого не отошел ёпта надо было как-то плавно взбавить градусы я думаю они с угарчиков начинать аллилуйя брат булочка взял джи я у тебя у тебя у меня китайской стене не не видел мою бабушку ты меня не знаю короче мы едем есть эти тяудзин там тоже есть дамплинг и так подожди есть акцент кстати дам не тяудзин там нет н ты дорисовываешь буквы там еще простите я фоткаю из бтс это филипин и получается поднимаешь руками воду руками воду поднимает руками поднимает вот я видел видел чудо господне чудо может сердечко как романтично ты щасов навали во первых валю май чуть-чуть бля он что стримил хорош достаточно все у вас вызовут мусоров да сезар быстрее покидаем вещение все все давай валим валим тебе заплатить конечно у меня стрим у меня стрим заплатили всегда прокатываю всегда прокатываю заплати за меня у меня стрим воском хуй нормально давай про твой первый контракт в китае это чё на sony ericsson снятом поговорим ибо сша здесь произошло на родный 2014 года начала войны в донецке сам пик войны сам пик вот этих действий прилетов ежедневных и вот этого пиза полного я пережил остался дома с мамой с бабушкой она еще была живая царство небесное мы оставались с мамой в подвале ночевали и знаешь так романтично читали сказки друг другу ну представляешь прячась от вот этого всего которая была там подвальное помещение не сказать что она обустроена там специально под какой-то бомби убежище нет просто там соленья знаешь помидоры огурцы и вот там принесли раскладушку матрасик и несколько раз оставались там ну прям когда самая самая жесть была прилетала в радиусе до 25 метров от нас мы живем прямо на машзаводе туда в завод прилетала неоднократно вылетали стекла но это главное живы здоровы потом началось уже более-менее затишье я не скажу это перемирием но более-менее стало тихо по снарядным ударам и чё и предложили мне контракт мы с вместе пересекались она была директором шоу-балета я работал в шоу-балете в донецке я не считаю себя востребованным но тем не менее что-то умел сейчас уже старый я спине коленям давление скачет прикинь член не стоит и это только 36 лет что дальше в его я и говорю почему именно китай буду откровен из-за корыстных целей вот эти писюнчик не не то самое не тренировал вот уже и подводят для барахлит стартер здесь лаве ну прям очень очень много и приехав сюда я понял что все деньги мира находятся не там не где-то в америке там понял они находятся здесь и потом я понял что знаешь какой-то мышца но братан но и ты больше разбираешься в пенисах окей пусть не мышца братишка как скажешь лишь бы тебе нравилось типа братан процветление что я понял что прям китай это моё возможно у меня кто-то из родственников дальних может дед был китаец понял не то что там восхваляю да и прославляю китайское правительство нет но здесь все как-то настолько правильно настолько размеренно и четко все настолько нормально сделано для людей поэтому я блять так сказать что влюбился голословно будет но скорее всего до влюбился расскажи про чуваков с которыми ты приехал в общем это было но своего рода сборная солянка все пацаны в принципе танцоры и профессиональные танцоры закончили тоже высшие учебные заведения может помнишь казаки группу короче пацаны типа все в латексе и на на кэблах танцуют там чушь богаты задирают ногу вот типа вот под таким предлогом мы приехали типа как бойс бэнд понял ну там чисто вот хореографический в современном направлении первый город простите я вспомнил момент где зеленский в таком танцевал это фейк вот это вот про это он говорит я понял нет ни фейк но это вот то что написал я вообще не выкупил этого прикола который мы приехали так прикол вот так вот в латексе прыгать это самый юг китая так поработали мы около трех месяцев и потом начался все просто клуб закончил с нами контракт понял и мы типа возвращаться домой зеленский проделал я понял просто я очень и все мы вернулись домой получается после трех месяцев первых я понял что дома при всем уважении при всем при всей любви к моему городу я его очень безумно люблю донецк это лучший город на земле но перспектив 0 братан ну просто полностью пустой город и я понял что все я не могу я не могу находиться все после вот этой движухи понял постоянной какого-то движа непонятного я понял что все мне надо вернуться как тебе жилось три месяца в одной квартире с кучей чуваков абсолютно нормально хореографы это отдельная короче раса можно так сказать хореографы это те люди которые вот меня сейчас поймут люди которые танцоры да за кулисье хореографа это вообще полный ты девочка я мальчик да у нас есть две минуты дабы полностью переодеть там гримы костюмы да у нас нет понятия что ты девочка я мальчик она бам вывалила понял все я ее подстегнул здесь застегнул у нее выпали вареники блять понял она быстро поменяем не потом под юбник быстро я и поменял юбку у нас нет понятия не смотрю какие сиськи мне поймут она партнер понял все и то же самое с пацанами ну как бы мы понимаем что мы работаем серьезно слышь валер вот он говорит что говорит вот она партнер а я бы пошел туда про деформацию мячел который менеджер на фансе он говорит я не могу эти сиськи и видеть уже ему просто отвратно на сиськи смотрит на пизду такой ну а я не насмотрелся где такие работы где такое смотреть вместе мы как один живой организм и хавать по графику пошли хавать работать пошли работать понял вот как своего рода армия ну только на каблуках понял армия но это красивая армия ну да так fashion 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 и так фотография какой пресс у этого мужчины то я машина брат тебе показать у меня реально кто это бы ёбушки-воробушки девочки будьте добры не засматривайтесь и так что это стриптиз мужской или нет это момент репетиционный это просто так получилось что снимали переодевались кто ходил на ваше выступление ну это ночной клуб публика разношерстная ну то есть в основном это молодежь либо такие дяди знаешь которые приезжают там на роллс-ройсах и заказывают по 10 бутылок мое ты причем самого-самого либо кристалла который за 10 тысяч юаней за бутылку а выносят этих бутылок ставят вот этим типам но настолько лакшери выносишь винить перьма и ну наверно бутылок 200 вот так вот они заказывают понял и сидят вот компания пьют а выпьют ли они эти 200 бутылок нет но главное шпонт понял главное чтобы все них себе какие типы 200 бутылок ты дороже денег для история как тебя пыталась снять китаянка за деньги это было в клубе где-то на севере в общем после очередного шоу мы отработали да и есть такое штука вот типа как это у девочек это называется консумация то есть твоя задача сидеть с клиентом выпивать да и ну просто болтать с ним а для него это статусно но с тобой сидит иностраночка все классно понял ну все другие смотрят он с ней пофоткался поиграл там шайзы понял национальная игра в кубики поиграл в карты неважно во что там выпил пивка выпил шампанского посидел пообщался провел скоротал вечерок в общем подходит она ко мне и говорит выпей со мной я говорю извини я не пью я могу с тобой чая выпить она говорит отлично давай наливает она мне чая себе говорит ты мне очень нравишься спасибо большое мне правда очень приятно очень льстит она говорит может пойдем со мной вот здесь при прям клубе есть отель наверху пойдем говорит со мной кстати если пацаны вы переведете камеру вот все собрались привет ребят это вся моя фан-группа спасибо большое ребят спасибо за то что пришли поддержать меня спасибо огромное в общем приходит она и говорит и мне очень нравится я говорю это она говорит пойдем в отель так я говорю то нет но я ну как бы бля ну сходу надо говорить денег нет не хочу она говорит я тебе даю пять тысяч уаней а еще пять тысяч уаней это пять тысяч уаней золотые слова блять 55 тысяч рублей примерно больше 900 долларов 900 долларов да где-то около 900 долларов я говорю там нет я почему нет я тебе не могу объяснить ну назвать это своего рода каким-то сексуальным расизмом слышь лагода он же эту историю рассказывал уже да только не так прям красочно и подробно он на он он мельком очень да 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 ты прикинь ну типа ты такой приходишь и тебе короче чувиха который обычно сопровождает получается клиента так и говорит пять тысяч я даю чисто со мной в отель сходишь да это же не ну слушай если бы я бля если бы это не зубарев я бы подумал да это какой-то ну типа 100 процентов такого не может быть это же какая-то имба в которой тяжело верится правильно типа я настолько привык чтобы обычно это вот мужиков разводят или они сами предлагают разводят а это он сопровождал я не понял как это изменилось типа где это наверно да я слушаю жопы ну то есть я поддерживаю более отечественного производителя понял я считаю что он сопровождал он просто сидел чай пить вот сука на меня один одна часть чата на и вы и другая тоже на я не пойму кто на я вроде все правильно услышал наши девушки это самые красивые девушки подожди но ведь у тебя девушка на половину китаянка до что изменилось я не знаю что-то щелкнуло во мне но опять же что меня останавливало понятие ментально разные понимаешь вот то есть чистую китаянку я никогда не рассматривал для отношений потому как ментально мы разные нам не о чем будет поговорить хотя поговорить можно обо всем чем угодно но вот есть понятие душевная гармония какая-то вот слаженность быть единым целым невозможно к сожалению с китаян как она отреагировала на твой отказ абсолютно нормально ну типа она не повышала цене возможно если по на повысила так сказал чистую китаянку типа мне сразу мне сразу подумалось типа вот эта шутка за сколько бомжей ну просто и как еще воспринять эту фразу чистую сказал бы пошли соточку надо было докинуть чтоб косарик чисто округли нет 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 но за косарик бы не продался момент ну две тысячи долларов пошел бы цели типа 2 да это уже ни хуя себе это сколько пельмей мне нравится азиатка 46 порт причем вообще неважно чистые нечистые мне нравится где вы работали вы подбухивали пацаны да я я не пил еще минус алина на я же говорю типа я бы смог мы же фантазируем очевидно что я бы не смог потому что языка нету ну типа вот это вся я просто так чисто в идеале я знаю все типа я знаю все языки мира я бы смог в но уже не пью около в 21 год я бросил мне сейчас 36 15 нас лет не пишет алкоголь ты рассказывал что за 500 вот его тел если она мне бесплатно сказал я бы пошел понял но если свободный был но если бы она сказала я такой нет и я бы знал что она предложит я такой сколько по рукам погнали действием веществ алкогольных и не только топ-3 место где ты просыпался это от другой город б это дурка в ментовка да дурка это было какое-то единичное посещение ли там лежал к это время нет это ну вообще однажды дурку я сам себе вызвал это было одно из первых знакомств фонической атакой с генерализированным тревожным расстройством и тревожным расстройством как таковым и легким депрессивным эпизодом не прям клиническим понял но для меня это было самое страшное я проснулся с мыслью о том что я умираю представляешь и с мыслью о том что я сейчас что-то с тобой соличка паничка это пиздец вообще слышь лагодом не алина так ловил обновь не прям не самый хардкор какой-то был маня у меня же самое причем очень много людей кто вот этой ну болеет это же болезнь наверно да да чем на такую либо рандомно проявляться либо под действием чего-то факторов в детстве не только в детстве может с них вообще быть ну и если да если какой-то стресс большой организм ловит у него перестройка и у тебя могут панички тревожности просто она проявляется короче но я так понял но опять же есть разные вариации ты чувствуешь что ты умираешь вплоть до боли даже есть когда ну ты тяжело дышать у тебя не хватает воздуха сжимает грудь ты весь потеешь такое чувство как будто вот чуть-чуть еще и ты умрешь истерика короче башки не голова там начинает кругом ходить паника прям вообще лютая как будто понял ну я не знаю даже что сравнить как будто ты чё там там сделал такое чем и ты знаешь что ты этого не делал но у тебя организм просто отказывается вообще тебя слышать и ты просто лежишь и у тебя сердце как будто ты марафон 10 километров пробежал и вот только остановился ты бля и вообще в ахуе полном и вот у меня такое было но у меня ультралайт а вот у алины прям вообще пиздец у тебя тревожность было да у меня тревожность прям такая жесткая была вот у алины прям паничка на что-то я смотрю я я вижу я испугался пиздец понял я думал скорую скорость скорую вызывать чел сидит весь голубой я думаю что с тобой своим цветом кожи бы это прямо на стриме было она орет там бегаю думаю все вырубаю стрим звоню бы диктую а так это это в прошлом году вроде было да 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 короче страшная штука и вот поэтому не нужно ее как-то обесценивать я знаю что многие тип такие это паничка это стрёмно тем бьется сердце выбрасывается сильно много на творческами адреналина да и кортизола ну стресс гормонов кровь да и организм не понимает организм готовит тебя либо к бегству либо к войне но ничего не происходит и мозг начинает подкидывать на фоне адреналина хоть что-то за что можно зацепиться что происходит страшное понял и первое что я накрутил себе у меня остановится сердце я начинаю задыхаться все у меня нехватка воздуха это тоже одна из фобий и тревожники в принципе понимают о чем я говорю я дотерпел до вечера я не знаю как я дотерпел до вечера я вызываю себе дурочку и причем я звоню в скорую и я говорю я умираю мне говорят подождите что у вас случилось я говорю я не знаю они говорят естественно чем мы вам тогда можем помочь я говорю если вы мне не поможете это да что-то сделаю с собой перенаправляем вас психонерологический диспансер я говорю хорошо давайте перенаправляют меня здравствуйте здравствуйте я сейчас что-то с собой сделаю на каком фоне я потому что у меня шизофрения и он говорит мы направим вам бригаду вы согласны да вы согласны на стационарное лечение и тут я говорю да я даю собственное согласие и я пролежал там долгое время ну как долгое относительно долгое я просто знал что есть пацаны которые под видом справки с психонерологического скрываются от уголовной ответственности но возможно ваши тоже так сталкивались и мой брат тоже я но это вот это реально кулстори боб какой-то прикинь позвонил говорит с собой дурку попал попал психушку однократно пользовался этим познакомился я там с уникальными людьми которые вообще просто которые абсолютно нормальные типы мы с ними общались общались вот один самый яркий я его запомнил просто и он я думаю господи да сколько адекватных пацанов здесь находится и потом уже в день моего уезда он говорит я же windows создал что ведь я создал windows просто я назвал окна а билл гейтс украл мою эту я говорю я понял что тебе тут держит хорошего пребывания тебе тут рассказывал то и меня забрали забрали слава богу без печати и в паспорте как договорился договорилась моя руководитель прикинь на самом деле он реально создал он создал его просто выпрекли что понял билл гейтс денег дал говорит пиздец сейчас блять ну штрафы ебут пусть дурки посидит дала на лапу короче его реально посади он сидит блять он не понимает за что ну вдруг реально он создал просто у него украли на то время ансамбля и ее молодой человек но как мужчина очень очень серьезного серьезной должности приехал поговорил с врачом и сказал все нормально типа под мою ответственность и меня забрали слушай как лечили тебя чем-то кололи там вязали вентили чтобы первый день меня связали но просто привязали чтобы ничего с собой не сделал понял а потом мне назначили лечение форме сил сеза селективная и ты прикинь чел адекватный год сидит его связали типа а вот ну сам момент чё он там говорил типа или вот такой допол типа все я уже согласен мне кажется он когда сказал да он уже смирился когда они приехали запаковали я думаю бля либо как у вас попроще антидепрессанты и мне никто не объяснил что со мной происходит оказывается это простой нейромедиаторный сбой на фоне стресса брат и все сейчас ну вплоть до 30 процентов смотрящих сейчас даже это на себе проходили да да все знают что такое чувство тревоги просто ни с того ни с сего что такое паническая атака к сожалению и что такое депрессивный эпизод пусть даже просто легкий депрессивный эпизод не клинический тяжелый а хотя бы легкий и потом естественно больше углубляясь в эту штуку я начал учиться начал много познавать в этом учиться психологии учиться рефлексом и как я реагирую на это и я научился справляться с этим состоянием ну то есть сейчас я живую радуюсь жизни до периодически может понял до сих пор может так на не просто встаю я был ко мне что такое все пот льется сердце колотится но я знаю что со мной знаю ли я что умру от этого нет не умру и ребятки я вас прекрасно понимаю тех людей которые сталкивались с этим и знаете самые советчики это близкие твои друзья которые не накручивай пошел ты на ты не понимаешь что это за состояние что это за состояние которым ты находишься 24 на 7 дикое состояние тревоги когда ты не хочешь вообще не я просто не двигаться не то что там кушать и пить нет вообще ничего пусть этот тип окунется в это состояние на полчаса и он он станет сидым поэтому ребят убедительная просьба отвечать таким людям именно так вы запомнили что нужно говорить я повторюсь пошел ты на следующая фотография это была подработка а естественно рассказывать об лече фотографии это была подработка широкой аудитории нельзя особенно на китайской потому что это нелегально то есть это понял вот как модельная подработка из-за того что ты не похож лицом на них у тебя есть классная зарплата почему только потому что ты вышел понял высокий светловолосый но раньше был сейчас них я не осталось и какие-то светлые глаза понял все это то что вот прям идеал какой-то красоты и поэтому какая-то модельная подработка либо просто походить ивент это встреча гостей подработка была в общем какого-то очень очень серьезного мажора хозяина одной из авиалиний понял китайских было день рождения ребенка ребенку было 50 дней 50 дней ребенок еще вообще не раздупляется что на происходит вокруг но день рождения закатали такое просто пригласили кучу иностранных моделей танцоров цирковое шоу блять даже с огня но и даже с очка там огнем для чего ребенок вообще ему просто по абсолютно он сидит у него течет слюна а друзья его пришли друзья да вот эти полу маленьких блатных до туго сервия до вас в общем приходим она говорит срочно ты можешь приехать я говорю да мать она говорит подработка здесь в анде я говорю да выезжаю короче приезжаю я пиджачок галстук понял стоят уже пацаны которые два часа до этого они говорят выходит босс срочно все групповую фотосессию я становлюсь вот так вот мы прям всей движухой понял с этим боссом она говорит все свободен иди домой серьезно в смысле она говорит вот ты еще юаней молодец был аж такой вот какой халтурой самый невообразимый ты здесь занимался смотри мы приезжаем с пацаном на подработку и нам говорят модельная проходка понял ну то есть модельная проходка это даже есть подиум так как ну я ебуль а шо модель я сейчас начну вон там надо было как-то красиво ну типа вот пиджачок понял это идешь и вот сидят какие-то девочки китаянки ну как женщины взросл для я бы у него реально какой-нибудь слышите симочку оформил бы если бы он так подходил бля вообще уверенно прошел сейчас и мы типа всем привет понял ну развернулись и пошли типа обратно классно бедрами не ну я блять братан я сексуальный я иногда сам на себя несите огнедушители и она говорит но там условия нужно было ну короче в трусах в плавках пройти полностью короче голым в плавках я говорю что мы договорились за тысячу юаней понял за эту модельную подработку она говорит 1400 и неужели это думала что я продам ся за сверху 400 юаней конечно продался на на делать и трусы и и туда и обратно прошлись и покрутили там этих китаянок на руках понял ну то есть все по-высшему и потом подошел клиент ну заказчик понял и говорит это лучшее вообще и мероприятие это лучше ивент мне нравится короче как он сначала заворачивает что это неправда понял а потом такой конечно было и вот и начинает просто спамить дальше при мать обращайся за 1400 юаней я буду крутить тебя где хочешь на чем хочешь и как себя чувствовал красиво слушай я вообще не боюсь тебя не стеснял я же обстоятельства стоп брат меня вообще не стесняет ничего мне мама сказала знаешь золотые слова но очень смешные тебе пуповину отрезали а совесть отрезали вместе с пуповиной ну то есть нет никакой вещи которая меня может засмущать либо как-то стеснял пишет слышу зубарев за все типа вот это вот за весь видос сказал сто пятьдесят шесть раз слова понял ты чего еще 157 я не могу обсудить ну я настолько открытый и простой человек да мне вообще не погоди чё кто в тега постил там нарезка и знаешь вот эти вот комментарии людей типа три я думал он сам считал я думал нет погоди ну и окей хорошо это не он считал считал другой человек который сделал видос так там полный шиз получается 6 лет ведет себя как дал все пока меня в дурку возят да пусть я лучше буду чем знаешь вот если серьезно относиться к этой жизни к этим проблемам дату уровень стресса сделает из тебя дал в прямом смысле слова они долго веселом смысле ты можешь поплыть от перенагрузки просто вегетативная нервная система она не выдержит этого всего от набора блять проблем понимаешь который с которым мы сталкиваемся повседневно кто там сука я не пойму в трубу жопой тыкает я не понимаю тут этот вводит там поэтому относиться к этому всему с юмором это самый подходящий вариант ну типа ну не получилось не встал похохотали и баеньки знаешь оказывается самоирония я вычитал что это самоиронии владеют только уверенные сильные в себе люди представляешь ну то есть тот человек который знает что у него есть какой-то дефект да либо какой-то комплекс да он не будет на эту тему шутить а я пошучу на все тем у меня нет волос да я лысый так меня все называют лысым сука но она по меня тоже называют лысым хотя он не есть волосы смотри дожди у тебя есть волос то ну какие они есть посмотри на редкие но и редкие настолько редкие зубы ты вы просто приехали вовремя ну вот это все ты не ты не видел не знаю недели-две или у тебя зуба не было ну чё ребятки теперь я стал в два раза красивее 1 2 мне полностью по вытаскивали все это кстати одна из самых заветных мечт моих сбылась понял я в этот весь рот я по-другому не могу даже сказать кроме как в 250 тысяч юаней и самая моя заветная мечта была это нужно жить так чтобы вот это не стоило столько поняли зубы сделать это просто отец я уверен у него даже не виниры до или виниры чала пломбу поставить нормальной клинике тысяч 10 выйдет 7 чел ты когда в давно у зубного был просто непонятно где-то 7 нашел за пломбу еще ты вообще не понял жевать просто чувствовать 2 500 пацаны я знаю где бесплатно пломбу поставят братишка давайте как бы если уж на то пошло где дешевле я знаю где бесплатно теплом бы сделают это меня сделали там где я больше не хочу появляться и теперь почему я не хожу к зубному где-то единственная причина зато бесплатно мне все делали кайф от того что я жую тем более ты любишь жевать я мясо люблю нет того человека который я больше всего в жизни ненавижу веганом как они могут не есть мясо может быть лучше медиум рейра чего у вас там перед интервью я с интервью я кайфую не зря короче решил посмотреть думал никому интересно не будет видимо много кто тоже не смотрел специально представляешь стейку ждали представлю аж блять маслице понял сверху ты разрезаешь кладешь в рот она что это спасибо чат чувствуешь как ты един с этой коровой понимаешь ты не понимаешь воровка или корова третий раз море вышла все звони короче слышишь пусть еще типов в дурку увозят паровка ну кого а если мы больше люблю видим вот прожарочка идеально можно прям с нее есть я так жил чтоб три раза посмотреть разрешит это уж ваш фетиш каждый берет вот эту раз если ты ошибешься хоть на капельку все пойдет смотри ты берешь измельченный чесночок и кладешь его буквально вот чуть-чуточку дальше ладьяо это острый перчик понял да кладешь его я хочу жрать больше почему его больше ну потому что по соотношению чтобы не не если ты не хочешь ни с кем сосаться тогда клади больше перца дальше соевый соус перца раз на к хотел сказать ну на глаз понял понял на глаз и также уксус а это что за приблуда это масло в этот мины черную осуждаю черных тминов сейчас подожди то она насудился норм качественный товар брат ну что голова на что готов ради пельмени на все готов брат за пельмени родину мать продам такое подожди еще не все пельмени принесли не принесли топовые от которых у меня трясется ебал а пока лучших нет давай начнем с худших давай давай вот это с фаршем это с фарш это просто получается свиной фарш и грибы огурчики толстый бля чел ну что ж так вкусно кинза и ореховая кухня это просто пиздец да нет там блять все если места знать то типа она разнообразная так она одинаковая везде кухня там как и в японии тоже кстати соус раз арахисовый да арахисовая прям паста соус это как вкусно это супчик томатный супчик с яйцом его надо вот так вот просто берешь пьешь питьевой супчик питьевой хорошо что уточняешь потому что я думаю как бы я без тебя на подписал бы это все-таки а и вот эта штука разъебная а это что это короче сырая кого картошка только маринованная понял это прям сырая нарезанная соломочкой картошка попробуй о так топовые до приехали вот этот техновит разбирается с ним все и началось с ним и началась моя популярность видишь да яичко зелень и креветка ненавижу людей которых выпадает кто-то же ел кто-то грязными руками мазюкал этот стол выпала на стол она быдло берет эту креветку макает и жрет прикинь прям со стола свинья так по ингредиентам давай креветка которая росла на райских понял в райском озере плавала продукт каждый ангел до отбирал эту привет бля да ты за и он так это так это вкусно очень вкусно описывает что я просто думаю что я еды вообще никогда в жизни не ел . отдельно понял дальше яичко которые несли курочки в райских садах ладно все равно который спасибо спасибо и гуляли по вот этой свежей травки понял лук порей и кинза который не она пельмень с креветкой звучит как если честно да но в какой-то степени подумать если пельмени с креветкой я бы даже ничего такого но они же он на пару это как булочки идут но они вкусные я уверен но я кстати видел пельмени с рыбой я такой вы че вообще что ли поэтому это уже не пельмени они тоже росли в райских садах сам боженька спустился лепил каждый пельмешек индивидуально и поднялся назад настолько это вкусно ну свой вердикт нет пожаре бы это не креветки да мне по мне ничего не говори прочувствуй сначала вот просто разжуй пусть растечется на все рецепторы на фай понял чувствуешь как ты чувствуешь как вместе со вкусом раскрывается очко твоего фотографии тут ты какой-то секретный агент где а слева смотри джеймс бонд и лао чанша чан провинция все тоже самое а съемка какого-то шоу по типу очень очень популярного в китае особенно в хунан провинции и эта девочка очень очень популярная телеведущая и по совместительству и певица ну как и у нас фирма герасим красим бель в общем мы снимались типа на подтанцовки у нее вот это тоже была подработка тоже не совсем легальная но в момент подработки мы не брезговали ничем как бы ну кроме как не выходили только на поля собирать и не шили кроссовки а так вообще были конечно очень сложные моменты братан рассказать обо всем ну это просто жопа в момент когда у нас заканчивалась виза и мы с пацанами выезжали у нас был распределен бюджет настолько что вот мы должны быть в гонконге 7 дней как когда нам делается виза понял чтобы обратно вернуться на материковый китай и как раз в гонконге есть офисы которые делали нам визу в общем доходило до того что мы планировали так что вот есть самая дешевая еда макдональдс да и мы чизбургер один делились пацаном на двоих в день чтобы съесть были ли деньги чтобы остаться ночевать даже у индусов которые сдают комнату метр на метр понял где ты встал и сразу поссал в этот который рядом с тобой стоит вот так не было и было настолько печально что пару ночей мы ночевали в парке просто в китае мак ебал какой вкусный кстати факт тирижа друг друга понял в японии обычаем но китае я там один дежурит смотрит где японии все на киевсе дрочат ходят вещи чтобы не спит потому что у нас было все поди документы костюмы вообще все вся жизнь в чемодане вот этот период назовем период бомжевания долго продолжался продолжался он около месяца вот так вот может двух пока мы не нашли стабильную работу тем же коллективом чинше нашли стабильную я вот сейчас думаю прикинь лагда четыре часа я смотрю это интервью но с каким кайфом чел это на ночь включит понял если кто-то передает бля я тебе говорю работу отработали контракт пошел мне нравится длинные снова вернули мне тоже нравится видосы я сплю только по длинные видосы и я у меня есть даже с полностью сформированный пак того кого я смотрю то есть кто может заорать внезапно кто что сделает я такой так вот этот мне неинтересно этот бы потом базу начнет прогонять короче вот в ноль из домой и вот так вот периодически потом купленного я не смотрю под купленного мне жалко спать тоже что-то проиграли какие-нибудь там я гео включаю гео минаев лу нет минаева не включаю луния я включаю про болезнь чего-нибудь луния история медицины да 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 короче вот канал иракивариус да 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 я вот этих типов включаю и и все потому что под какой-нибудь national geographic скучно про планеты какие-то блять это я уже все прослушал а вот когда кто-то что-то бубнит я такой но стас асафьев это вообще его включил ты вроде спать нет нет чел асафьева стаса я не включаю он у меня сам под утро врубается я просыпаюсь пятый раз день подряд под его история хуй и про машины причем я уже наверно таким образом весь ролик посмотрел мне вошло это за привычку каждые полгода я ездил к маме понял я безумно скучаю по этому человеку и безумно кстати это знаете засыпаю под гео просыпаюсь какой-то чел рассказывает про восстание планеты обезьян про теорию на и какую-то дарвину я думаю и он он реально стоит возле доски сидит там аудитория лекция блять на 6 часов и он реально рассказывает про обезьян чуваки и люди реально это слушают я думаю ну это пи***ц вообще я и постоянно какой-то чел такой в очках поняли брюнет такие длинные волосики его тут бородка у него под него блять еще и он такую банальную рассказывает я думаю господи но под него спать классно я дальше ложусь и все переключаю люблю нет человека который ближе мне сколько ты не видел маму три года больше 2019 год 4 года по месяц до 4 года вы по видеосвязи до постоянно слава богу дай бог здоровья тому человеку кто придумал эти skype и вичат и там телеграммы вообще кто придумал видео звонок спасибо огромное конечно это не заменит каких-то тактильных понял и ощущение но мне больше всего хочется это обнять ее просто обнять прижать и не отпускать чтобы блять прям сломать позвонок но это в пределах разумного ты вчера начал рассказывать как купил визу купил визу и нарушила тем самым закон законодательства наказание какое было от 5000 до 30 административного штрафа либо депортация но ты здесь если ты отказываешься сотрудничать с полицией ты сотрудничал с полицией как таковой нет я просто рассказал все как было но мне скрывать нечего да я ее купил да я заплатил деньги до факт передачи да вот screen но врать нет смысла потому как изначально они зашли и говорят а сколько ты там был дней я говорю по моему дня два вы врете вы были там семь дней вот ваши билеты туда туда вот ваши фотографии там но бесполезно на абсолютно бесполезно я говорю а 7 а ну че-то я подзабыл или ну короче кашу на дурочку говорю мне не мне от вас скрывать нечего ребятки я я чист хорошо все больше так не делайте я говорю ну вы понимаете что это была безвыходная ситуация дома война я не могу вернуться потому как еще к видное ограничение билеты по 30 косарей юаней блять у меня нет даже денег на эти билеты чтобы вернуться и вот вы говорите что ты должен покинуть китай я не могу покинуть китай поэтому если бы вернуть время обратно и ты бы еще раз нарушил закон и купил визу до нарушил бы закон и купил визу еще раз страшно было в момент как допрос а чё визу купить можно получается имба какая-то незаконная попробуй таковой я бы вы меня видели у меня даже девушка на китайском не разговаривает чё это меня там сразу на меня на этапе типа русский типа поддельную купил а я как ее купить может ее легально как-то сделали просто он заплатил денег чтобы сделали или какую-то фейковую купил то есть непонятный момент не нужно это разгоня что страшно что они собирали весь биоматериал ну то есть они брали волосы ну видно да что у меня волосы брали неоднократно что-то почухали руку все отпечатки глаза понял ну все вплоть до размер рост вес размер обуви отпечаток обуви не не обуви а ноги понял я снимал прям но в какую-то черную штучку становился и прям отпечатки ног ну то есть вся биометрика полностью твоя понял анализ крови и анализ мочи торчил в проверку дрочить не сказали не надо вы прикиньте насколько там жестко в китае это просто пи чеки там все под камерами там вот так вот соберется если кто-то захочет что-то какую-то хуй сделать да тебя папа саки не знаю мне 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 нравится когда вот такая тема потому что меньше долбов будут на преступление до меньше до и обувь но например представь если бы эту ну бы например брали бы в россию например вот взять вот это готовую систему в россию поставить кто-то какой-нибудь гандон слил бы чё-нибудь тебя бы все знали какая у тебя группа крови кто тебя в жопу ебать неделю назад какой размер ноги отпечаток это все страшная лучше тут в россии в незнании сидеть если честно чтоб ты понимал я когда на коронавирус сдавал когда я в питер прилетел мне чел написал в телегу спустя неделю горит у тебя отрицательный тест я говорю да он такой ну вот тебе адрес имя фамилия паспорт где ты сдавал чем-то оплачивал последний номер сам последний цифры карты я такой понял вот чат чат говорит слышите сидит такой горит и чем вы видимо наверно не сталкивались да когда приколы блять на дому вызывать очень весело блять когда все семьи вызывают приколы и ты такой сидишь менты с пушками залетают тебе в хату но это вообще очень весело вот система блять работает класс любой ебл может заявить и все прикольно когда твой паспорт гуляет по рукам просто номер цифры да типа нормальная сидите дефайте дальше систему эту я игорю нам нельзя это вводить пожалуйста я хочу сам они нет пожалуйста я уже начала нам прекращая пожалуйста нам это не надо я но глянь как ты вообще попался задерживают с поличным ребят которые прям уголовную ответственность понял ну вот тогда уже задерживают а это административка ну то есть звонок приходи если бы не пришел уже передают дело в уголовку понял а так я прихожу я законопослушный гражданин я раскаиваюсь да этот факт был да запишите составляйте протокол я готов нести ответственность все административный штраф 5000 юаней гражданин будьте добры заплатите хорошо вопрос от коле поехали вопросик про китайскую еду сразу ли ты в не влюбился или тебе нужно было какое-то время чтобы к ней привыкнуть и что самое странное ты ел нет китайская еда это наркотик брат то есть первый раз когда ты приезжаешь китай тебе противно все понял начиная от сферы обслуживания тебе кажется что все не так по сравнению с нами до какой-то гигиены понял я вообще пацан брезвливый сам по себе но сейчас я тебе говорю я буду есть где-нибудь на полу кушая этот рис пробежал таракан я этого таракана у ебу то есть меньше самое необычное что я ел но я думаю ну можно не считать там каких-нибудь гусеничек личинок кузнечиков это естественно все пробовал это все как чипсики под пиво там мышц протеин да да чистый белок но самое необычное это мы сидели кушали в шинджине смотрите с кого корона началась жрут там личинусов всяких богатый у нас покушать всем коллективом в общем и я спрашивал что это что это что это и потом уже на выходе он говорил по-английски я спрашиваю а вот это мясо что было он горит собака я в смысле собака говорю классная шутка но нет собака я говорю блять брат ну можешь не вырвешь обратно это все знаешь и ну собака собака и вроде бы как говорят что после собачьего мяса человек не заболеет туберкулезом вообще никогда то есть там есть какой-то специальный вырабатывающийся мясо ну я нашел с этого плюс ну типа жалко ли собачку да пизденение жалко но минус тубик нет осуждаю блять гореть людям в аду осуждаю блять собак знаешь самое страшное это наткнуться в еде на волос ты уже понял о чем будет следующий вопрос о волосах на твоей голове хотел когда сделать пересадочку нет никогда да я абсолютно принимаю себя таким какой есть да лысый да страшненький да но меня таким создал боженька либо мать природа называй как хочешь если даже полностью полысею единственное ну что побреюсь на лысо чтобы никого не смущало это а ты побриться на лысо никогда нет не хочешь возможно и хотел бы но есть определенные ограничения в театре нельзя забрится на лысо мне нельзя приходить в шортах в майке шлепках на работу понимаешь а татуировки госучреждения татуировки должны быть скрыты ну то есть они знают они должны быть а но она такая есть у меня он сказал что типа в гос учреждения нельзя лысым ты в госке работаешь ты лысый ты увольняешь наверное да футболка либо с длинным японии нельзя татуировках потому что тебя короче это отношение к якузе бля бла бла и все дела и ты людей смущаешь по вам либо с коротким полностью закрывающая на спине тату и на ноги на спине давно набила но это в японии чё в китае очень жалеешь нет 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 это же не татуировка это своего рода благодарность и дань всевышнему за то что все так получилось у тебя группа 40 человек а есть прям это одна группа 40 человек одна их три группы у меня их в общей сложности 410 детей начиная с 4 лет заканчивая 14 есть прям дети злодеи да да есть щаде ада понимаешь то есть этот человек вот видел омен фильм да у него на затылке было 666 да вот мне иногда хочется подойти к ней отодвинуть волосы и посмотреть у нее есть этот пиктограмма вот это дьявольская или нет потому что это просто понятие дисциплины 0 понятие слушаться и уважение старших ноль просто она стали к станку она шоу и на лежит на полу как не срываешься тани ну а как на них срываться ну это дети какими мы были в детстве вот скажи мне как волочные маме хватало вообще не подожди это мама ты еще таким не мама ты их преподаватель учитель наставник и коуч и коуч бизнес-тренер ну я продам им пару курсов пойду они достигнут успеха как не срывай хорошенько в сферу моего какого-то характера вспыльчивого да я не знаю почему это не отображается на детях наверное потому что это дети наверное потому что им все прощается ну и сам хочешь самое главное злодейство которое устраивали дети бойкот мы не станем к станку мы не будем ничего делать мы не будем тебя слушаться пока ты не покажешь нам лягушечку вот они прям шантажировали понял я просто на первом занятии когда с ними знакомился я показывал лягушечку это игровой элемент вот хореографический игровой элемент ну то есть мы ложимся до в жабку и на растяжку растягиваемся и получается нужно подпрыгивать на руках понял и кто дальше ну типа и я как-то раз прыгнул и так получилось что далеко и я случайно в станок понял и мне прилетел и звук был как вот как колокольный звон понял поэтому станку железному пошло вибрации по всему залу они когда ли усыкаться просто весь класс они смеются мне вроде и больно и смешно понял я держусь за голову и короче и на следующий урок они приходят лягушка лягушка ну тиньва я говорю про ну типа нельзя они мы ничего не будем делать и сели я говорю вы чё сука причем он реально так и сказал вы чё сука но они не поняли да да и они прям бунт и они все вместе чингуа чингуа и просят прям я говорю ну хорошо и короче прыгают у лягушку они нет ударься головой я не буду это было не специально выше не понимаете и короче пришла слава богу директриса и на китайском объяснила что давайте он с лягушечками покончим и давайте продолжать все хорошо советы от бати я буду спрашивать у тебя совет ты будешь мне его давать давай как не быть лохом по жизни не знаю не быть вот и все как-то как-то выделиться это не значит что там перекрасить полностью голову и накрасить там ногти сделать стразы на зубах ну это значит что ну и наверное сам самое первое чтобы надо было сказать это не быть стримером главное но среди каких-то пацанячих понятий это не дать себя в обиду все вот это наверное золотые правила не быть лохом как правильно тратить бабки тратить бабки нужно опять же по моему мнению на свои эмоции то что дарит тебе эмоции сколько бы ты не заработал бабок ты не заберешь их туда когда попадешь а все мы туда попадем а заберешь с собой только эмоции и те вот яркие моменты которые ты проживаешь жизнь бля как хорошо завернул поэтому я сказал бы если тебе нравится путешествую все деньги на путешествие если тебе нравится коллекционировать бабочек либо марки все деньги на бабочек получаю удовольствие естественно оставляй на еду иначе умрешь на голода и плать но конечно такое все деньги то я не собирался собой на тот свет забирать но хоть что-то потомкам оставить по моему неплохо хотите за коммунальные услуги я вот так воспитан как двигаться чтобы достичь успеха по головам на сквозь все даже когда тебе все говорят что чувак ты делаешь полную это никогда не стрельнет и не надо этим заниматься это не твое если тебе это нравится тебе приносит это кайф нужно слать на этих всех людей и двигаться дальше в чем сила батя чё думаешь по этому поводу а вот факт я не знаю что это факт не ну смотря от кого советы если например ты делаешь что-то и тебе говорит человек из этой же сферы и говорит что типа ты делаешь хочешь и сделай по-другому к нему лучше прислушаться вот а если ты что-то делаешь и где подходит какой-то бомж и говорит бляху и занимайся да можно сказать да иди ты на мы уточнили просто вот так да это работает а если всех на слать и учитель хора подходит говорит бля ну пение не твое и ты такой да пошел ты на для чел просто смени и не пой попробуй чё-нибудь другое особенно если вопрос если ты лет пять к нему уже ходишь вот такой выдал хотя он не выдаст потому что деньги платишь очень ладно кстати про по деньгам я тоже не совсем согласен я думаю что опять же нужно откладывать бабки но уметь себя баловать и позволяет а душевное равновесие это уже целый набор факторов для для всех он разный для меня это безопасность моей семьи не буду отрицать какое-то финансовое благополучие потому как с ним куда комфортнее чем без него и вот просто кайф просто ходить дышать воздухом понимать что у тебя целые ручки ножки у тебя думающие он даже не мои данные скидывает если чё голова ты слышишь видишь и просто благодарить за это вселенную и бог вот вот в этом и есть сила в простых простых вещах и и это простая истина как дать отпор гопнику ну ты мне вчера пока вот этого типа которого потом раз ребро вырвать если напали гопники пацаны сразу что делаем говорим пацаны подождите это первое находите два пенька либо две вот такие я не знаю что дальше упираетесь на мой пол вернее руками все будет что будет одну ногу на один пенек вторую ногу на второй пенек дальше пытаемся встать чтобы не бля и старичок до маги от короче если упали пацаны опять встаете горите пацаны подождите я еще раз заложено ну и потом сидя уже в флагате поняли глаза двумя дракончика поняли и вырываете ребро его я по моему порвал яйцо прости пошел ты со своим шпагатом я не знаю как постараться решить все мирным путем сказать пацаны нам это не надо братва не стреляйте в друг друга давайте нормально попробуем разойтись если нет то ни в коем случае не дать себя в обиду опять же если нет явной угрозы твоей жизни если он не с ножом либо не с пистолетом не рискуй отдай эти деньги ради бога на на мне дороже жизнь ты все равно старчишься либо тебя закроют у тебя судьба 1 ты либо умрешь в подъезде от передозировки либо умрешь где-то на лагере одной зайти бану я хочу дальше прожить жизнь ну и второй вариант если ты не видишь ничего угрожающего своей жизни а просто вот он если уверен в своем здоровье то можно и помахаться чтобы разогнать тело как бы размять и ибо адреналинчик этого прям не хватает когда ты дрался в последний раз очень давно очень 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 давно по моему на второй день по приезду в китай с пацаном он видать как-то не так понял мы общались с девочкой просто сидели с танцовщицей дрался раза два на и он тоже славянской внешности я не знаю откуда и он подошел ты что-то ты не так с ней разговариваешь пошли выйдем понимаете жизнь нужно прожить так чтобы вообще никогда не драться вот это успел и мы вышли на крышу какого-то ночного клуба и прям хорошо все ладно ладно давай давай спрашивается ну и финальное что такое хорошо а что такое плохо у меня хорошо это просто расти блять правильным человеком оставайся человечество осталось что нас а я не смотришь этот животных и то я видел мне живот больше человечности чем людях сейчас понимаешь каждый сука норовит тебе просто нанести какой-то удар для своего и где-то на и в чем-то как-то тебя унизить дабы привознести себя понимаешь вот вот это плохо а хорошо это просто оставаться человеком простым человеком все это не очень сильно вписывается с ранее сказанными словами идти по головам если честно идти по головам это короче как фраза когда ты добьешься любой ценой тебя басы вая просто вообще все шпана все всех знакомая всем кидая всех вообще подряд вот что фраза значит идти по головам чуваки если чё дословно пацаны господи если вы это слова эти как чистую монету воспринимаете но это просто основное интервью прошло все дальше уже пошла вот и все типа круто учила просто блиц спрашивают там не философ стоит сидит а я дискутирую банс у нас будет счетчик пятюнь да хорошо о точно счетчик пятюнь да просили летел не посчитать чел посчитал понял сразу тебе понравилось ты сразу их понял брат да знаешь чем понравилось они живые они настоящие главный вопрос который ты можешь задать не понял смущали номер один ли какой-нибудь крик либо возмущение по поводу я же постоянно снимаю да и они часто попадают в объектив камеры домой 0 телефона нет никогда не было представляешь просто они настолько дружелюбные настолько знаешь отзывчивые и добрые что она они сами тебя снимают они вот это у них тайная вот это но как будто я не вижу понял они подходят и снимают я заметил то есть да с них с них шпионы очень-очень подойди ты спроси можно ли сфотографироваться да конечно я ж не блять николай басков подойди я конечно с тобой сфотографируюсь одумал вот этого и откажет узнает ну и думаю да а у тебя было в песка с баксовым с баксовым но с баксовым определенно было мы же летали к моргену баксовый товарищ с басковым не было но здание мелочное было как ты думаешь кто это моргенштерна кто это сейчас они вместе друг моргенштерна на водном мотоциклах ездят я отказ ты снимать я очень рад за них честно ты бы хотел прокатиться вот с моргеном на водном мотоцикле но мышь я с утра встаю и думаю как бы мне блять сейчас прокатиться между моргеном и дани и милохиным сесть пишу по ним меня прямо обжали по ним я с ними бы покататься все бы отдал а машину бы отдал за то что прокатиться бы она не обосралась нет конечно ощущение себя клоуном как часто но у тебя присутствует братец она опять же что такое клоун ну то есть если линейка которой можно измерить твою какую-то клоунность ну то есть весело эта линейка нам ее и и короче дает учителя и мать с рождения каждому пацану мать и учителя дают каждому пацану эту линейку и но на ней нет цифр понимаете никто не можете отношение птическая к жизни да но клоун значит ли это что я эй ты иди весели меня то я думаю нужно шкалу клоунов по ну придумать чтобы было не линейка знаешь где лексы изображены какую-то метрику лексами изобрести типа блять два лекса из трех типа знаете из десяти на один лекс это максимально я не буду блять на заказ 36 лексов и трех человек который будет постоянно заставляет себя знаешь вот с утра надо встать и делать контент ради там чего-то ради какой-то либо финансовой выгоды либо там какой-то знаешь для того чтобы а я как же я оставлю без контента то нет я скину смешных мемов блять и мы вместе посмеемся если что понял если у меня нет желания прям ходить и что-то снимать ну то есть я не заставляю себя это делать и тогда давай обрисуем что такое клоун по твоему мнению клоун это человек который делает это за вот ты начинай веселить меня понял и вот он веселит опять же буду ли я делать такое да хер знает может мне не предложили столько денег еще чтобы эй ты на тебе деньги весели меня понял ну возможно мне не предложили у каждого есть своя цена все продается и покупается тот кто отвергает это скорее всего продается еще дешевле возможно ничего или дороже в том что ты клоун что в этом плохого ты слушай если есть категория людей которая считает меня клоуном то ради бога но пусть я буду клоуном мне так мне комфортно от того что я делаю получаю ли я удовольствие от того что я делаю да пусть это будет клоуном да называйте как угодно хоть мне мне вообще поебать абсолютно тебя можно назвать счастливым человек да прямо сейчас да да а что тебя делает счастливым есть один фактор который вот если его изменить то я стану просто сука я оторвусь от земли прям я обрету нирвану понял я настолько познаю себя что я буду самым счастливым если мама уедет из донецка и я буду понимать что она в полной безопасности то я буду самым счастливым человеком мире но мама не хочет уезжать мама не хочет быстрее уговорить стену куда-то подвинуться чем чем уехать маму но это такое поколение воспитанная но немного другими понятиями я здесь родилась я здесь и умру куда я уеду у меня малина у меня огурцы какие на огурцы я тебе куплю завод этих огурцов пожалуйста просто уедет нет я ничего не брошу а как же собаки а как же соседка она старенька сколько бы я не угрожал не умолял были разных всех так на разные до моменты когда ну я искал поколение как бы ее увести апеллировала она только один ты уважаешь мое мнение не у всех практически если уважаешь пожалуйста я хочу остаться здесь пожалуйста не трогай меня все и дальше я бессилен все потому что я уважаю ее мнение я думаю ты с содроганием читаешь новости про донецк каждый раз трясущимися руками открываю эту группу какая по типичный донецк ну у каждой группы есть в каждом городе есть типичный там либо да каждый прилет особенно кировский район но там где я живу это все это каждый раз мандраж и звонок маме она обычно еще она такой исполнитель я и звоню она не берет звоню обстрел там 50 метров радиусе от моего дома и я понимаю что это вот это вот прям возле моего дома она не берет все меня начинает блять она ой то что то бабахнула то я в огороде все шо ты хочешь да ничего не хочу мам все нормально я просто тебя услышать и все все давай у меня блять малина мне надо подвязывать малину у меня разбилась окно в теплице вот вот это единственная ее на проблема понимаешь хули нам пули нас дробь не берет у нее летают ракеты у нее теплица разбилась она быстро привыкла там все быстро привыкли все были в 14 года когда содрогала земля когда мы ночевали в подвалах блять и просто крестились и без без перестанно читали отчина что так просто сидишь и читаешь один за одним а потом как-то ну я не знаю как это случилось но может линия фронта отодвинулась может как-то договорились они просто стало это реже но стало уже знаешь вот типа стабильно о стреляют утром стоишь с кофе бах где-то у него доброе утро все пошли и вот народ как-то знаешь адаптировался что ли это на самом деле ужасно что дети это видят растет поколение которое видит войну это это ужасно но но что что ты сделаешь большие дяди решают свои геополитические интересы ну дай бог чтобы решили побыстрее дай бог я хочу домой большие дяди если вы смотрите решите пожалуйста быстрее я маму давно не видел ты вернешься если позволить ситуации да в любом случае ты же супер привык к китая это по сути второй дом твой может уже первый дом можно можно так сказать опять же рассматриваю ли я страну как для пожизненного проживания здесь не хочу не хочу как-то хочется что чай паси больше больше знаешь донат поздравляю чтобы было больше нашего окружения то есть больше людей с которыми я могу вот так вот ну если ты обещаешь приезжать ко мне чаще но прямо раз в неделю тогда я буду оставаться здесь на что бы да вот просто раз в неделю давай подпишем контракт что раз в неделю вы приезжаете все и вот блять и тогда нормально ты подожди мы добираюсь до тебя три дня три дня три дня получается добираетесь три дня едете обратно и один день здесь возвращаетесь туда один день нормально перспективно день здесь три дня обратно и так по жизни я не по жизни если ты мне обещаешь что я стою проезд кто оплачивает то давай сам как-то ты на ты нормально зарабатываешь что ты прибедняешься боюсь что если я вот так делать деньги закончится быстро ну давай хоть 50 на 50 итак друзья вот моих руках специальные на шейный вентилятор чудо техники чудо техники вот включаешь летом тебя обдувает и это подарок подарок мне да но ты не сказала что друг и одел к себе этими вот сюда это подарок и у вас тоже может быть подарок свой даже три не но в любом случае будет один подарок из трех либо свитшотик не просто свитшотик а лимитка лимитка до пельменная лимит от андер армор и от зубарева лично вообще от топ звезды и набор чая глиняный чайник запакал 4 чашечки да и крышечка и 9 сортов пуэрчика отборного ну и так это у нас будет первое место чайный да чайчик второе называете это свитшотик это пайта сука пайта пайта и футболка 3 футболка будет 3 или футболка как ты называешь футболку кишка чтобы выиграть эти замечательные призы вам нужно проявить немножко смекалочки и креатива в комментариях что нужно сделать дорогой мой отец я хочу чтобы формате четверостишья неважно короткого стихотворения возможно не в рифму пусть это будет белый стих но люди придумают оду пельменям вот и но своего рода гимн пельменный понял чел который пишет его за или шутки про пельмени чтобы вот четверостишья которая просто сука раз всю суть пельменей понимаешь всю суть вкуса и всю суть ценности как таковых пельменей окей пишите воду пельменям если пельмени то только жареные вот чё я понял для себя со сметанкой и с зелью вот это но такие знаешь жареные где под конец водички добавляют чтобы они не супер твердые были я обожаю жареные пельмени щел я люблю вареные но жареные я обожаю еще больше чат но жареные правильно готовить лучшие пельмени это женские короче ребята все стрим подходит концу не забудьте фолнца я пошел куда я пошел пошел я на короче я запустил сука раньше 5 часов ну так же блять почти так же по поводу интервью а сильно интервью ставлю лайк редко кому ставлю лайк она мне зашло охуе зубриву респект казино конечно не очень но не важно